друзья всем огромнейший привет сегодня у меня будет блюдо из рыбы у меня есть одна скумбрия она не потрошенная мне это еще предстоит с ней сделать у меня рыба размороженная но ее будет гораздо проще подготовить для готовки если она немножко подмороженная поэтому размораживайте наполовину отрезаю голову срезаю все плавники верхние и нижние боковые отрезаю хвост прорезаю рыбу внутри до хвоста полностью вычищаю внутри рыбу от всех черных пленочек от всего теперь мне необходимо вырезать хребет не прорезав при этом кожу рыбы отделяю теперь косточки от мяса и направляю их ближе к позвоночнику так потом придется потом меньше гостей выбирать если какие-то кости останутся то потом мы их уберем либо руками либо пинцетом максимальная собрал все кости к позвоночнику рыбки и теперь острым ножом буду вырезать хребет вместе со всеми этими костями главное не прорезать кожицу рыбки я это дело в первый раз у меня это получилось у вас тоже получится хребет я этот выбрасывал он мне нужен теперь проверяю а филе рыбки на наличие косточек всех их удаляю беру 7 грамм пищевого желатина добавляем по вкусу соль специи я беру смесь перцев белый черный красный перемешиваю соль специи и желатин и равномерно распределяют по филе беру морковь она небольшая 70 грамм и натираю на сырной терке и теперь я эту морковь буду раскладывать по филе с обоих сторон оставляю место для того что потом можно было этот рулет завернуть перу одно отварное куриное яйцо и нарезаю его небольшими кусочками можно даже на крупную терку потереть если хотите очень мелко чтобы беру маслины и оливки консервированные у меня их по 8 штук я укладу в шахматном порядке это кому как нравится можете с одной стороны маслины с другой оливки и разделить потом этот рулет как вам захочется беру еще дополнительно 6 грамм пищевого желатина и для того чтобы вся начинка хорошо склеилась сверху присыпаю желатином и сверху еще посыпаю солью чтобы начинка не было пресной беру рукав для запекания он длинный но узкий поэтому разрезаю его чтобы получился один большой прямоугольник рукав беру не жалея он у меня где-то метр в длину потом удобнее скручивать рулеты которые мы готовим и герметичные получается при варке кладем скумбрию внутрь рукава для запекания сворачиваем хорошо туго при этом хорошо поджимаем с краев чтобы получалась одна такая жесткая конфетка теперь привязываем ее шпагатом можно брать любые плотные нитки желательно даже делать это в два слоя чтобы покрепче перевязываем любым удобным для вас способом связываем достаточно тукно чтобы рукав для запекания не лопну от того насколько хорошо и крепко мы сейчас вяжем зависит целостность нашего конечного продукта и теперь этот рулет убираю сразу же в воду вода у меня практически кипящая сверху гнет чтобы он был равномерно погружен под воду рулет надо варить на небольшом огне примерно 20 минут для этого морковка у нас изначально должна была быть отварена мыши поместили сырую морковь и при этом варили рулет 30 минут это много потому что рыба переварилась она стала кожа на рыбу горячего копчения если же мы хотим чтобы рыба была плотная тогда рыбу варим недолго до 20 минут варим без крышки на небольшом огне рулет сварился выкладываем его форму сверху девочную доску гнет остужаю до комнатной температуры и на ночь вместе с доской и гнетом помещаю в холодное место холодильник или на балкон если сейчас прохладно утром рулет готов нарезаем и смотрим что у нас получилось гнет используем примерно 2-3 килограмма он очень хорошо спрессовался рулет получился очень красивый цветной рыбы конечно переварено но я указал как надо делать чтобы этого не случилось этот рулет очень красиво смотрится в нарезке и очень вкусно сочетается с картошкой пюре приготовьте его такой рулет я думаю вам понравится попробуйте сварить его с уже отваренной морковью и варите не больше 20 минут приятного вам аппетита если вам понравилось видео и было интересно поддержите наш канал лайками я очень старался а рыбку нас получилось как рыба горячего копчения кому-то может быть даже больше так и понравится всем до встречи в комментариях новых видео и пока пока